Друзья, сезон Национальной Хоккейной Лиги завершен, а значит самое время подводить его итоги. Если помните, в сентябре прошлого года мы выпускали большое видео с нашими прогнозами на грядущий хоккейный год. Обязательно советуем посмотреть его по подсказке наверху. Самыми популярными комментариями, естественно, были просьбы о разборе этих прогнозов в конце сезона. Вы просили, мы делаем. Вы на канале Спорток, и это результаты наших прогнозов на сезон 2019-2020. Будет интересно, погнали! Начинаем сразу же с нашего огромного провала по поводу Нью-Джерси. Этот сезон для дьяволов стал просто кошмарным, хотя предсезонка для них получилась насыщенной на события. В итоге Пикей Субен оказался абсолютно бесполезным. Тейлора Холла зимой отпустили в Аризону, Блейка Коллмана в Тампу, а во вратарской линии полный ахтунг. Мы говорили, что клуб пройдет хотя бы первый раунд плей-офф, но Нью-Джерси завершил регулярку на 26-м месте, не попав даже в расширенный формат этого Кубка Стэнли. В общем, признаем, полностью ошиблись. По поводу этого прогноза у нас были немного другие ожидания. И Джек Хьюз, и Капо Како провели откровенно слабые сезоны. С топовыми игроками драфтов такого не случалось давно. Более того, по обоим игрокам ходили слухи о спуске в фармклуб. В итоге Хьюз набрал 21 очко при показателе полезности минус 26, Капо 23 балла при той же полезности и имел полный ноль по очкам в плей-офф. С одной стороны, наш прогноз оправдался, и Капо все же оказался чуть лучше Хьюза. Но все равно это явно не то, чего мы ожидали от двух молодых талантов. Прогноз по поводу Никиты Кучерова не сработал. Феерические 128 баллов в прошлой регулярке сменились на относительно скромные 85 очков в этом сезоне. Арт Рос Трофи ушел Леону Драйзайтлю, который набрал 110 баллов в этом сезоне. Зато Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф с 34 очками. И уж наверняка званию лучшего бомбардира Кубка Стэнли и самому этому кубку над головой Никита Рад куда больше личных призов. А прогноз, признаем, не сработал. А вот с этим прогнозом точного ответа дать, увы, не получится. Александр Овечкин остановился на отметке в 48 заброшенных шайб за 14 игр до конца чемпионата. Звание лучшего снайпера он поделил с Давидом Пастерняком. А самым значимым достижением этого года для Ови стала, конечно, его юбилейная 700-я шайба в карьере. Наверняка Овечкин выбил бы 50 голов, но это все сослагательное наклонение. Потому оценим этот прогноз как нейтральный. Да простят нас болельщики Торонто, но этот прогноз был едва ли не самым предсказуемым. Клуб тратит огромные деньги на своих лидеров, имея явные кадровые проблемы в звеньях ниже. А в плей-офф, как известно, играет команда, а не личности. И кубки выигрывает также команда. В итоге кленовые листья слетели от Коламбуса в первом же раунде. Хотя стоит признать, что эта серия получилась настоящим украшением плей-офф. Если не следили, посмотрите хотя бы обзоры. Это был хоккей высшего уровня. Насчет прогноза по поводу Флориды дать точного ответа также не получится. Клуб попал в плей-офф благодаря расширенной системе этого года и слетел в первом же раунде от Айлендерс. Но за успешный прогноз это засчитать нельзя. На момент остановки сезона Пантеры шли на 10-й позиции Востока, отставая от 8-й строчки на 3 очка и имея целых 13 матчей на исправление ситуации. Так что, возможно, клуб решил бы свои вопросы и без коронавирусного влияния. Но прогноз в любом случае запишем как нейтральный. Прогноз по поводу тренерских отставок также получился неоднозначным. С одной стороны, первым свой пост покинул Билл Питерс из Калгари. Произошло это на фоне российского скандала, а история тянулась еще с сентября. В итоге Питерс покинул скамейку 20 ноября, но огоньки объявили об увольнении только 29 числа. Тогда же 20 ноября в отставку был отправлен главный тренер Торонто Майк Бэбкок. Но это увольнение было почти что мгновенным. Так что непонятно, как трактовать эту ситуацию. Думаю, вы согласитесь, если мы запишем этот прогноз как нейтральный. А вот с этим прогнозом мы были только рады, что ошиблись. Валерий Нечушкин в этом сезоне по-настоящему обрел себя заново. 13 голов, 14 передач и звание 11-го бомбардира команды. Нечушкин показывал тот хоккей, к которому мы привыкли. Мощный, силовой и скоростной. Да, в плей-офф он немного сдал, набрав 3 очка за 15 игр. Но в любом случае, прости, Вэлл, были неправы. Следующий прогноз оказался успешным, даже несмотря на коронавирусную паузу. Бостон на момент остановки сезона имел в своем активе 44 победы, 6 из которых в овертаймах. Играть мишкам оставалось 12 игр, потому до 57 побед они бы уже никак не добрались. И заключительный прогноз также оказался успешным. Кубок Стэнли в этом году отправился в руки команды с востока, Тампи-бэй. Молнии закончили регулярку на общем третьем месте с 92 очками. Но в плей-офф по очереди вынесли Коламбус, Бостон, Айлендерс и Даллас. Потрясающий сезон команды Джона Купера и потрясающая игра наших парней. Никиты Кучерова, Андрея Василевского и Михаила Сергачева. Друзья, вот такой выпуск у нас получился. Всего из 10 прогнозов 4 оказались успешными. Еще на 3 из них нельзя дать однозначный ответ. И 3 прогноза оказались неудачными. Пишите нам в комментариях, хотели бы вы увидеть похожий материал перед стартом нового сезона. И делитесь, какие прогнозы зашли у вас. Также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые ролики и помочь нашему развитию. С вами был СпортТок. Услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok